сегодня у нас воскресенье 6 декабря у нас сегодня выставка мы приехали в барселону лёша решил посетить выставку классических машин сожалению я забыла поставить карточку свое тут свою видеокамеру приходится на телефон снимать у нас голова пустая мы находимся в центре вот это впереди дворец королевский жалко наш на телефон уже снимается и вот такие здесь ретро машины классические и я не могу я как и и и и Я даже ничего комментировать не могу. Так, только показывать и всё. Там Лёша впереди. Может, он что-то скомментирует. Лёша, прокомментируй мне что-нибудь. Это мне нечего сказать. Я ничего не понимаю. Это выставка классических автомобилей. Здесь можно увидеть даже машины, которым уже 40 лет, 50. Вот самая знаменитая машина французская, которая когда-то была. Которая? Она стоит красненькая вот эта вот, с такими глазами. Это машина, которая уже не производится. Называется она Дошво. А вот эта синенькая. Это она и есть. Тоже Дошво. Это машина, у которой две лошадиные силы. Ой! Две лошадиных силы. А в такой большой машине сколько лошадиных силы? В такой, как у нас, примерно, мне 110 уже. А, 110. А мне вот этот автобусик напомнил моё детство. А этому автобусу лет 40, наверное, уже. Ну, потому что, я помню, у нас тоже такие были, вроде, похожие автобусики. Да, да. Такие маленькие. А вот эта, смотри, тоже напоминает нашу. Да, это американский УАЗик. Нашу ГАЗ, ГАЗель, как она, ГАЗельу на задней зле. А вот это, к примеру, 124-й ФИАТ, с чего наши испанцы делали такие же похожие, как у нас были когда-то шестёрки и копейки. Нет, ты, ты, Лёша, Лёша, что ты говоришь? Это ФИАТ приехал к нам в Россию и сделали Жигули. Вот, из чего сделана была шестёрка и копейки. Ой, Лёша, ну с ума сошёл. Вообще всё наоборот сказали. Это настоящий ФИАТ. Да, с которого сделали Жигули. С которого сделали Жигули. И нам в Тольятти. И Тольятти-то, это Тольятти, наш город, он называется в честь итальянского, это фамилия у него такая была, который... А он стоит в красном, знаменитом. Который в этом участке. Так, налево, посмотри, вон стоит знаменитый красный. Это называли, его называли ещё ЗУБ. У него двигатель сзади. Это на нём, знаешь, кто ездил? Штирлиц. Да, это ЗУБ. Только он там чёрный. Ну не тычь, парень. А вон Цитроен, блядь, который называется Крокодил. В конце им стоит. Это такой был у моего отца обморок. Козённый. А вот на такую машину Реносиете вот стоит. Зелёная? Зелёная, да. Меня папа в детстве сажал на колени, когда я был совсем маленьким. Сажал меня, чтобы учить меня водить машину. А смотри, там даже внутри вентилятор смешной такой стоит. Да, потому что вентиляторов не было тогда. Посмотрим поближе, там вентилятор внутри. А это вот всё и чьи-то машины, да? Да, это люди вот покупают их, разбирают, убирают жарчину и коллекционируют их. Угу. Это такое называется хобби. Угу. Ну, вообще, конечно, они красивые все-таки, отполированные, да? Да. А смотри, вон тоже какая машина. Да, это буги. Это машина американского типа, чтобы ездить по пляжу. Угу. Вся сделана из мастики буги. Да. Точно гас пластика. Точно пластика. А это что взяла? Железо, железо. Нет, это жестянка. Это не железо, жестянка, наверное, правильно. Говорят, выставка очень интересная. Там внутри, ну, туда билет надо покупать. Ага. А тут мотоциклы. А вот, вот это Яблопад уже снял. Это его любимая машина была в Марокко, когда я только родился. Которая? Да. Вон она первая, черная стоит. Ага. Эта машина выпуска 70-го года. Ага. 1970-го года. Ага. Называется Citroen Decent. Еще его любили называть крокодил. Ага. На нем ездил президент Шарль де Гольф. Ага, Шарль де Гольф. Ага. Это президент Франции, да? Ага. 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 Ну, просто иди подойди к нему, я тебя буду снимать. Ага. 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 Тут стенд. Разные машины переставлены. Леша, для папы снимок делаем. Ну-ка, расскажи снова, что папа на нем ездил? Да, папа на нем ездил в Марокко. Это его была казенная машина, когда он в Марокко был, да? Да. Да, он работал там корреспондентом. И первые приступы, покушения на Шарль де Гольф был на этой машине. Ага. Когда он ехал, например. Да, когда он ехал в этой машине. Да, когда он ехал в этой машине. Ну, наверное, все. Впереди, не знаю, видно, нет. Это такой бассейн крутой, да? Да. Вот это ведь на крыше дома. Это мы находимся, поднялись на это... Как она называлась? Арена де Торрос. Да. И она сейчас закрыта. И в ней сделали просто какие-то... Супермаркеты. Супермаркеты. Супермаркеты, рестораны. И вот мы поднялись, вверху находимся. Вот так эти тут полоски мешают. И вот там такой дом. Это на крыше у него вот-то бассейн там сделан. Как здорово вообще. Тут вот ресторанчик. Ёлочки уже поставили. Люди гуляют, отдыхают. Впереди парк. Немножко пасмурно сегодня, наверное, серое будет видео. Как раз центр Барселоны. Такой впереди фонтан вообще крутой. Какой красивый. Это было жить в Испании. Изображение всех морей. Красота такая. Кантабриская. Ну, конечно, я облажалась сегодня с камерой. Это вообще. Я грузила видео и оставила карточку в этом компьютере. И обычно я, главное, всегда проверяю, когда выхожу. И тут не проверю. Лёша, расскажи. Это вот раньше уже был... Вот это сейчас такой торговый комплекс. Такая обалденная ёлка вообще. Красота. И раньше это был арена, где происходили... Каррида. Каррида происходила. Но так как карриду запретили в Каталонии, вот это здание так перестроили и сделали такой замечательный торговый центр. Я очень рада, потому что я тоже очень против карриды, что так издеваются над животными. А ты? Я нет. Культура испанерная. Конечно. Что это за культура? Я люблю животных и я не понимаю этого. У них в кафешек много. И сами магазины снимать нельзя. Так что меня уже один раз заставили стереть видео. Так что я боюсь магазина снимать. Так что я боюсь магазина снимать. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Красивая ночная Барселона, да? Да. Я даже не ожидала, что такой будет красивый кондан. И нынче, и нынче нету почему-то катка. А может его еще этим не поставили. Пока. Ну ладно. До свидания. Мы собираемся домой. До следующей встречи. Кому понравились мои видео, ставьте комментарии. До свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова